Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим ИСА-4 топовый 10-й тяж в дереве развития Советского Союза, одна из веток ТТ. Итак, ребят, давайте посмотрим на эту машинку и первое, что бросается в глаза, ребят, вот это вот ничего вам не напоминает? Да, безусловно, напоминает вот эта пушка, в принципе, просто немножечко укороченная и чутка перерисована, но в целом я бы сказал то же самое. Итак, ребят, давайте заценивать саму машину. Бронирование довольно-таки неплохое. Сказать, что оно имбовое, нет, не имбовое, но поверьте, играбельность вполне нормальная. Я вам расскажу историю свою, как я получил ИСА-4. Я катал, 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 получал удовольствие от СТ-1 и наконец-то открыл себе ИСА-4. И было это довольно-таки давно. Если вы обратите внимание на то, в каком состоянии находится мой экипаж, то экипаж находится на отметке 78%. То есть я этот танчик практически не выкатываю. Я вам скажу почему. Мне почему-то после СТ-1 конкретно вот этот танчик не зашел. Вот не понравился мне. Я долго его хотел, долго к нему шел, но удовольствия от него я не получил. Не знаю почему. Может просто рука не легла. Может просто появилась какая-то оскома, после которой даже не хочется его брать и выкатывать. И честно говоря, я делаю это ну крайне редко. Просто по какой-то необходимости или просто для того, чтобы попробовать. И все равно у меня на нем практически ничего не получается. Может я косорукий, а может просто руки не те. Давайте заценим с вами само орудие, а все остальное заценим в бою. Орудие представляет собой цикличную пушку на 10,5 секунд перезарядки с альфой в 420 и бронепробитием в 258. Я бы сказал шикарные показатели для танка 10 уровня в том классе, в котором находится ИС-4. Есть углы склонения вниз минус 6, которые очень неиграбельны. Это одна из причин, по которой мне танчик не сильно нравится. Есть кумулятивные на 340 единиц пробития. По сути вы можете пробить кого угодно, куда угодно. Даже под каким-нибудь углом. Но в таком случае будет альфа меньше в 360, но тоже, если ваша задача именно пробить и хоть какой-нибудь альфы накинуть и соответственно какой-нибудь хпшки у врага забрать, соответственно кумулятивы будут вам помощниками в данном случае. Что же касается урона в минуту. Урон в минуту в принципе неплохой. 2388 будем считать 2400 единиц. Я бы сказал в пределах нормы. Ничего плохого сказать не могу. Время сведения заценим в бою, хотя сама циферка меня всегда смущала. А разброс на 100 метров посмотрим, но он меня не смущал. Короче говоря, вот такой вот он по первому взгляду ИС-4. Теперь погнали в замес и посмотрим, чего он может или чего он не может, по крайней мере в моих руках, с тем, как я играю в танки. Может я не бог, я и не сомневался в том, что к богу себя приписывать мне рановато. Итак, ребят, хотел попросить каждого из вас подписаться на канал. В правом нижнем углу есть желтый шильдик и нажав на него, точнее наведя на него, нажав за одну секунду на кнопку подписаться, вы становитесь постоянным зрителем моего канала. Я вам буду безумно за это благодарен, так как без ваших подписок, лайков и комментариев моему видео не быть на первых страницах YouTube, ну а соответственно моему каналу просто не существовать, ну и потихоньку загибаться. Поэтому заранее вам буду безумно благодарен за поддержку в развитии и поднятии моего канала. Для вас эта подписка не стоит ровным счетом ничего, а для меня это существенный ваш вклад в развитие моего начинания. Заранее вам огромное спасибо. Итак, ребят, подвижность у танчика, я бы не сказал, что она идеальная, но она хорошая. Она вот просто хорошая для ТТшки, как бы сильно мне ИС-4 не нравился, а вот подвижность у него не отнимешь. Ее хватает, мне всегда ее хватало и никогда не было к ней абсолютно никаких вопросов. Что касается стрельбы, тоже абсолютно ничего плохого про танчик сказать не могу. Он действительно накидывает, он накидывает с нормальным временем перезарядки. У него шикарное пробитие. Сейчас просто мне не повезло, успел йох довернуться быстрее, чем я успел по нему шотнуть. Но в целом, ребят, я бы сказал, что орудие довольно-таки комфортное. Единственное, чего мне не хватает, это скорости поворота башни. Вот его мне действительно не хватает. Что касается бронирования. Как я уже сказал, танчик хорошо бронирован. К бронированию у меня тоже абсолютно никаких вопросов нет. Наверное, каждый из вас сейчас слушает меня и удивляется, как так получается, что в начале видео я говорил по поводу того, что танчик мне не зашел, а при этом всем в бою я рассказываю, что меня в этом танчике не смущает ни время перезарядки, ни там разброс на 100 метров, ни точность орудия при стрельбе. То есть, типа, вроде бы и смущать меня нечему, а в то же время танчик мне не заходит, и мальчик чем-то недоволен. Не знаю, ребят, вот просто как-то вот, ну не мой танк и все, не чувствую я его своим. Хотя, ну, вы же видите, он играется, он же выдерживает натиск, он же принимает на себя непробитие, он же вполне нормально сводится. У него же, в принципе-то, ну, прицепиться, как говорится, не к чему. Но мне просто вот само ощущение игры на данном танке не заходит, я не знаю почему. Возможно, я не умею заценивать просто конкретно этого старичка. Итак, поехали, попытаемся чего-то сделать. Поговорить, поговорили. Жаль, не пробили. Надеялся, что сейчас нанесу, но, к сожалению, не сложилось. Ну вот за все время, сколько по мне кидают, меня ни разу не пробили. Согласитесь, это показатель. Я сейчас немножко, конечно, психанул и поехал, возможно, не туда, куда надо было. И, возможно, сейчас приедут меня разбирать где-нибудь там в корму, хотя, как я вижу, по обстановке особо уже некому. Вот такой вот он бой, один фраг, смотрим на результаты и закатываемся в следующую каточку обязательно для чистоты эксперимента. Итак, ребят, бой закончился победой. 1900 единиц урона, один сделанный фраг, ни одного полученного пробития. Мы ушли в плюс, но эта машина не для фарма, поэтому хотя бы не в минус. Это с учетом того, что мы стреляли голдой, если не ошибаюсь, один разок кинули. И мы заняли серединку по урону. Хотя, в целом, ребят, танчик-то выжил, а значит, играбельность в нем явно есть. Погнали в следующий замес. Посмотрим, что мы сможем сделать на данном танке в этом бою. Бой начинается. Итак, ребят, поехали на линию ТТ. Как я уже сказал, ввиду наличия хорошей брони, особенно в башне у данного танка, вот это место и вот эта карта с такими холмами, это просто-таки Бог послал на ней отыгрывать. Особенно, если вам повезет занять правильную позицию, но и ваши соперники, они тоже займут для вас правильную позицию. Итак, ребят, на 640 к нам не залетело. И обратите внимание, я и стоял-то не совсем правильным ромбом. И при этом все равно в меня не зашло. Я считаю, что это довольно неплохой показатель качества брони данной машины. Что же касается точности, я кинул сейчас в ВК-шку. Возвращаемся к точности. Точность у данного орудия. Очень классная, как вы видите, на дальних расстояниях и на средних расстояниях орудие отыгрывается очень приятно. Я больше чем уверен, что сейчас вот этого товарища мы с вами заберем. Ну и попытаемся проехать к тяжам немножечко поближе и отыгрывать уже от вот этого холма, который перед нами. За время пока подкатывались, перезарядились. Ну и, соответственно, попытаемся сейчас кому-то куда-то накинуть. И как вы видите, Е100 меня не пробивает, а я Е100 пробиваю. И я пробиваю его в нижний бронелист, который у Е100 как раз и шьется. Ребят, но я смог его выцелить. А согласитесь, это тоже показатель. И сейчас альфа-тапку я забросил в борт тоже не потому, что я прям супер как-то свелся, прицелился. Просто потому, что сама пушка позволяет это делать. Вот обратите внимание, опять не пробитие, а я пробиваю на 400. Но, короче говоря, танчик в том, насколько он живуч, я бы сказал, супер годный. Вот просто-таки супер годный. Альфа-тапок уже бедняга даже не знает, как нормально подступиться. Сейчас ему фортануло, пробил он меня. Посмотрю ради интереса куда. Ну, я так понимаю, что в районе корпуса. Ну, классная точность. Вот, ребят, у орудия точность просто бомбическая. Не знаю я, почему мне не нравится этот танчик, почему мне не хочется его часто выгонять из ангара. Наверное, просто первые мои бои на нем были не сильно успешные. И это, знаете, как не очень хороший первый опыт. Если у тебя первый опыт не зашел, потом убедить себя в обратном будет крайне сложно. Хотя, честно говоря, вот я сейчас играю, и у меня не составляет сложности отыгрывать на этой машине. Я бы сказал, эта машина доставляет мне сейчас даже определенного рода удовольствие. Спокойное удовольствие, монотонное удовольствие, но удовольствие. И так, ребят, пока, в принципе, бой предназначен. Точнее, результаты боя. Смотрим. Бок прошили. Пробили в районе гусли. Отрикошетило в районе правой стороны танка. Явно не пробивали меня в башню, хотя отметок я не вижу. Но прилеты были, а пробитий не было. Короче говоря, по бронированности танк, ну, как бы не то, чтобы не имел равных, но, согласитесь, очень годный и очень хороший. Итак, смотрим результаты боя. Ну, я думаю, они скажут сами за себя и скажут все за танчик 10 уровня ИС-4. А результаты боя, с учетом нашего вклада в победу, 3640 единиц урона, 2 сделанных фрага, знак классности второй степени. Мы получили серебром 27,8 тысячи, и мы заняли в своей команде второе место по урону. Согласитесь, довольно не кисло, довольно неплохо отыгрался ИС-4. И что действительно позитивно, что мне это не составило ровным счетом, ну, никакого труда. Я думаю, что и для вас, если вы сможете привыкнуть к этой машине, если вы ощутите ее, то, может быть, даже и лучше будете ее отыгрывать. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Ну, и, соответственно, оформите, пожалуйста, подписочку на канал. Буду вам безумно благодарен. Желтый шильдичек, вы идете в правом нижнем углу. Всех благ, всего хорошего. Играйте в танки, фантись, мира вам и спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok